Двух основных картин Сурикова мы здесь не видим. Они находятся в Средяковской галерее. Это утро стрелецкой казни и костра. Выскочил из головы. Здесь, пожалуй, взятие снежного коротка наиболее известная вещь. Встроили снежные коротки, потом на них подали. Видите, всадник проскакивает, а его достигают. Он прорывает и разрушает. Якобы в этой картине много оттенков снега. Мы видим, что никаких особенных оттенков здесь нет. Честно говоря, смотрим и ничего особенного не видим. Но картина хорошая. Покорение Сибири ермотон. В принципе, она интересна. Интересный сюжет сибирской истории. И вот там, видите, сражение с войском хана Кучума. Как я понимаю, это столица Кучумовская. И вот там, как обычно говорят, наверху татарские конницы. А внизу вот эти всякие народы. Ханты, манцы. Короче, покоренные непосредственно сражающимися. А справа вот этот переход целого сражателя. Ну, это уже... Ну, это уже совсем конечко. Ну, вот, вы представляете, вот как они все... Смотрите, вот так вот все рядом, да? Все так сползают, вот так вот, штыки наверх. На них следующая масса. Там еще кучность, вновал. То есть, перевод, еще до богатыря. Смотрите, какой будет фарш. Что я могу вам сказать. Вот, сегодня был опыт воздействия студентов по Русскому музею. И вот, ну, кроет, смотрит искусство там. 17-го века, 19-го. Все нормально. Потом, в 20-й век, смотрю на девушки, студенты хмурятся, хмурятся, хмурятся. Потому что у них сейчас все протесты возникают. После того, что вот в Русском музее висят, у вас представляют какие-нибудь такие произведения. Вот, потом они входят в последующий, уже эпоху постмодернизма, и начинают смеяться. Понимаете, в чем разница между модернизмом, авангардом модернизма и авангардом постмодернизма? Авангардисты эпохи модерна, они серьезным видом, понимаете, разрушали искусство там, рубили его в щепу, вот. А постмодернисты, им уже самим смешно. Они сами смеются и везде не смеются. То есть, у них там, вы видите произведение, например, трофеями «Рыба осетрина», или «Русские рестораны не выделить». Все это такое для иностранцев. Ну, потому что, собственно, когда Малевич появился, он написал «Черный квадрат». Правда, тот старик говорит в последнее время, что эту картину он взял из какого-то американского художника, там у него тоже «Черный квадрат», назывался «Драка двух негров в темном подъезде». Но не суть. Суть в том, что «Черный квадрат» что назначает? Что человек как бы убил искусство, все. Дальше «Черный квадрат» идти некуда. А мы вас другая, кстати. Он положил искусство в гроб, забил крышку. «Черный квадрат» — это последний гвоздь. Нет, по последним данным просканировали «Черный квадрат», и под ним оказалась другая картина, он ее просто закрасил. Понятно. Я говорю вообще о культурном значении этого артефакта. Скажите пару слов. Как говорится... Простите, я закончу. Значит, человек как бы...